Авторадио Магадан 103FM Дорогие друзья, в нашей студии сегодня гость, заместитель мэра Магадана Юрий Михайлович Казетов, который принес нам в студию диск под названием «Здравствуй, город Магадан!» Это диск песен магаданских авторов и исполнителей. Юрий Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, рассказывайте, что это за диск? Где найти, как его найти, кто там принимал участие и так далее? Ну, диск этот специально выпущен к юбилею Магадана, до основания 90-летию. Ну, подготовка к диску, наверное, уже полгода, как мы занимались. Да, определенная творческая группа. В диск вошли песни, как вы уже сказали, исполнителей магаданских и авторов. Но здесь есть и, ну, можно сказать, иногородние, а есть наши земляки, которые сегодня проживают не в городе Магадане. Есть известные исполнители, есть менее известные, есть молодые вообще ребята, которые только вот начинают свое творчество. Ну, из известных исполнителей это Беляев Антон. И здесь он исполняет песню, конечно, песня, может, не его, потому что у него и англоязычные песни. Здесь подборка песни «Лететь» он исполняет из фильма «Лед», да, песни группы Омеги. Тем не менее, это наш земляк, как бы с его согласием мы поместили данную композицию. И тем более он в прошлом году за, именно, как композитор выступил в фильме «Лед», да, и получил даже премию. Что касаемо дальше, вот «Рада рай» нашей землячки, здесь две песни тоже. Причем вторую песню она исполняет с нашим магаданским певцом Олегом Непевгей, колокольщикой. Да, прекрасный дуэт прям. Ну, из таких интересных еще исполнителей, ну, все интересные, но, допустим, это Юрий Гордеев, который сегодня проживает не в Магадане. И, кстати, сам диск называется «Здравствуй, город Магадан». Это его песня так называется. Вот он сегодня проживает в Москве, но вот эту песню он в свое время подарил Магадану. Мы посчитали своим долгом, конечно, включить. Из тех, кто, ну, тут интересно, два исполнителя, которые не являются магаданцами, да, но, тем не менее, это вот группа Владивостокской «Коэн» и Дмитрий Юрков. Но сами песни, вот песня группы «Коэн», они несколько раз приезжали в наш Магадан, последний раз этой весной участвовали в «Золотой лестнице» в конкурсе. И настолько полюбили наш город, что вот подарили такую композицию, которую мы включили в диск, да, о нашем городе. Город-циклет и людьми. И, да, и вторая композиция – это Дмитрия Юркова, это Барт, исполнитель. Он, вот такая у него интересная просто песня «Перекличка двух городов», «Тверь», «Магадан». Кстати, очень интересно, что буквально недавно он написал еще одну песню для Магадана, да. Ну, вот дальше, как сложится ее судьба, где он ее будет исполнять, мы пока не можем сказать, но я думаю, что он нам ее подарит отдельно. Ну, а остальные – это группы более-менее известные и менее известные. Это в городе известные ребята, баяны-ребята, которые уже сегодня сами выпускают свои диски. И здесь их две композиции очень… «Редрум», «Ариша». «Редрум», «Редрум», «Ариша», это «Секретное метро» с их великолепной песней, да. «Мария Челев». Я вот прям смотрю буклетик, друзья, и прям удивляюсь. Действительно, это прям очень круто. Ну, цель, которую мы ставили, это не обязательно повторить там те, которые песни известны о Магадане, а именно новое поколение, новый срез вот этих песен, потому что сегодня очень много у нас в городе пишется, и причем пишут ребята молодые. Вот здесь очень не хватает, я понимаю, что мы уже как бы по объему диска. Тут не хватает еще ряда исполнителей, в том числе и сегодня ребят молодые рэперы, которые, ну, просто тоже определенный пласт магаданской музыки. Я думаю, что это станет, наверное, для следующих уже дисков, а может не только мы, может кто-то другой создат подобное, потому что, конечно, здесь мы не являемся там монополистами. Ну, конечно, конечно, само собой. Расскажите, пожалуйста, кто принимал участие в создании этого диска? Чья идея была вообще? И какие-то, может быть, трудности были, или все прошло легко? Вы знаете, выделять, что это чья-то конкретная идея, это я придумал или там кто-то придумал, нет. Ну, оно зрело давно, потому что мы собирались к юбилею выпустить какой-либо диск о Магадане, песен, но только вот мы не пошли по пути, как прошлые годы, когда мы брали хорошо известные, да, и складывали их в один диск, а решили вот поработать. И, наверное, этот толчок был после вот шансон-фестиваль, который проходил у нас. И второе – это вот «Золотая лестница». Конкурс, мы увидели, что достаточно очень много богатого материала, интересного. Ну, и, конечно, занималась целая творческая группа. Вот это аранжировщик и запись, его была и сбора. Это Олег Чапинога, это Алексей Крицын, который фактически вот он свелся и сделал такой единый, да, диск, да. Ну, это вот литературная часть, это Евгения Иленкова. Фотографии Евгения Радченко здесь присутствует, фотографа Магаданского. Ну, и… Ну, все магаданцы. Да, и спасибо рекламному агентству «Афина», которое вот сделал такую прекрасную книжечку и вообще просто обрамление этого диска. Вот такая творческая группа. Здорово, здорово. Ну, и как можно… Где добыть? Где добыть? Где добыть этот диск, где добыть этот материал, чтобы наслаждаться, слушать в машинах. У многих компакт-диски еще есть до сих пор. Ну, где добыть? Вопрос, на самом деле, такой очень интересный, потому что сейчас многие задают. Мы сделали, конечно, ограниченное количество дисков, небольшое, порядка 500, причем активно это все раздается. Наша цель сегодня, конечно, сделать с подарком для каждого исполнителя этого диска, да, дать возможность. Это определенно, ну, как выпущено, как сувенирно, мы его продавать не можем только потому, что, ну, хотя у нас как бы есть согласование с авторами, но есть нюансы и с авторами слов, некоторые песни и так далее. Поэтому, конечно, он только может быть сувенирным, не в продаже. Но мы планируем как бы разместить и в сети интернет. Вот, да. Это один момент. Ну и, конечно, вот часть я передам на авторадио для того, чтобы вы использовали, как в своих определенных конкурсах, в галитаринах. Ну и, конечно, это будет и сейчас раздается в сувенирных наборах, которые вот для гостей, для награждаемых в период празднивания 90-летия нашего города. В общем, нужно быть, дорогие друзья, максимально активным человеком в нашем городе, принимать участие во всех акциях, проводимых администрацией города и забирать подарки вместе с вот этим вот компакт-диском «Здравствуй, город Магадан». Диск песен магаданских авторов и исполнителей. Ну, что еще сказать? Впереди у нас праздник. Впереди праздник. Это стадион, большой-большой концерт. Тут пару слов расскажите, что ждет горожан, во сколько? Ну, я скажу так, впереди у нас продолжение праздника. Продолжение, да. Потому что мы... Главную дату, которая 23 июня, это 90-летие основания Магадана, день, когда вот на этой северной земле, в Бухте-Нагаево, вышли первые строители и поставили первых шесть домов, тем самым открыли Северо-Ивенскую культбазу, да, с которой начиналась фактически история Магадана. Сначала это вот культбаза была, потом там появился поселок Нагаево, потом на берегу речки Магадан, все. Но везде непрерывно в период на этой местности жили люди, да, первые вот открыватели, которые там построили шесть домов. И, конечно же, по всем канонам, вот мы по этому работали, это именно та дата основания, да. Основания. А здесь 80 лет с момента присвоения уже непосредственно статуса города. Образование или присвоение статуса города, да. Но я всегда говорю, на этот момент здесь уже проживал 26 тысяч, и уже была и власть, пусть это дальстрой был, тем не менее, и порядки, и так далее, и газета, и Кровеческий музей, который сегодня 85 лет отмечает. Ну, значит, тем не менее, мероприятие будет продолжаться, да. И, конечно же, здесь у нас интересное, не менее, мероприятие будет, но это уже гости будут. Гости. С 12 и 13, 12 числа на стадионе городском состоится большой концерт. Концерт поздравления. Концерт поздравления. В 19.00 вход тут будет и по пригласительным, и свободный вход, то есть ограничений как таковых не будет. Но разве только посадочными местами ограничения. Ну, там порядка трех, сколько там, порядка тысяч? Ну, 2800, но если люди же могут и стоять, там и предполагается фан-зона. Предполагается фан-зона, да. Поэтому я думаю, что всех желающих мы постараемся вместить. Вот. Дальше и 13-го числа ряд тоже мероприятий, а это уже ставшее традиционное мероприятие, которое проводит Департамент природных ресурсов правительства Магаданской области. И спонсоры, где среди них и Сан Саныч Басанский. Старательский фарт. Старательский фарт. Великолепная, на мой взгляд, идея. И само мероприятие. Это уже всероссийского, я бы сказал, даже международного уровня. Всероссийский пятый всероссийский золотой фестиваль, конечно. Он состоится, вот микрорайон Горняк, или зона, территория отдыха и спорта, как мы ее сейчас называем, Горняк. И здесь же пройдет также Колымский шансон. Также три у нас звезды, я скажу так, приедет шансоны, которые выступят там. Ну и помимо этого еще планируется прекрасное мероприятие библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина 13-го числа. Для любителей романсов, для любителей творчества Вадима Козина, как память о нем. И в муниципальном центре культуры 18.00 тоже состоится литературный вечер, где приедут известные артисты. Я открывать полностью секрет не буду, потому что бы это было. Но еще раз делаю акцент, что, пожалуйста, приходите и принимайте участие. Принимайте участие. Ну и 14-го числа, в день все-таки образования города 80-летия, тем не менее, здесь пройдет так называемый, как мы это называем, прием мэра, где состоится важное награждение людей, которые получили в этом году звание Человек-года в различных направлениях. Будет еще политика, общественная деятельность, жилищная сфера образования, культура и так далее. И меценат года. А также будут вручены знаки, юбилейные знаки. Ну, мероприятие, мы посмотрим по погоде, но вообще была идея провести его прямо на улице, в сквере 70-летия, для того, чтобы магаданцы тоже видели тех людей, которые это право заслужили, да, достаточно известных в Магадане наших людей. Ну и еще хочу сказать, забегая вперед, что у нас также на неделе планируется следующее открытие. Еще мы каждый год стараемся, вы обратили внимание, как-то город чуть-чуть украшать, да, какими-то интересными скульптурными жанрами, скульптурами. Ну вот в этом году это будет рядом с Орланами в парке появится семья медведей, медведица едва, медвежонка, и около Северного Сияния, где сейчас вот продолжает университет Северного Сияния обустраиваться. Там будет что-то площадка. Там будет поставлена еще одна скульптурная композиция, которая, я думаю, что станет тоже определенным символом магадана. Да, круто. Ну вообще, до какого числа, я так смотрю, по расписанию на сайте мэрии, прямо аж до 15-го числа, вплоть до 15-го числа, каждый практически день какие-то мероприятия. Друзья, принимайте участие. 7-го числа на выходных состоится это фестиваль интеллекта. Да, калейдоскоп. Калейдоскоп. Великолепное мероприятие, здесь массово такое будет. Для молодежи, для детей. Впервые в Магадане. И 14-го я пропустил еще у нас юбилей у нашего любимого в городе всеми магаданцами клуба и военно-исторического клуба «Братина», который приглашает всех магаданцев на Гороховое поле, где состоится, как всегда, аресталище, выставка, будут новые шатры, но будет интересно. Окунуться в мир рыцарских сражений, как написано на сайте. Ну да, ну это точно. Нет, ну они всегда делают зрелищно, это прям люди смотрят с восхищением. Друзья, более подробно, можете о фестивалях, о всех концертах, о праздничных мероприятиях, можете узнать на сайте мэрии города Магадана. Там есть отдельная новость. На главной странице почитать, записать себе и не пропустить, ну постараться не отпускать ни одного праздничного мероприятия. И может быть, кстати, там, возможно, вы станете обладателем вот самого диска, ради чего мы сегодня здесь и собрались. Юрий Михайлович, вам спасибо, вам удачи. Я думаю, что диски мы также разыграем в эфире, подарим нашим слушателям. Ну и, конечно же, с праздником. Спасибо, спасибо и всех магаданцев. Хотелось бы поздравить с праздником. Спасибо, до свидания. Авторадио Магадан, 103FM